Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Когда артисты уходят в отпуск, в театре начинается самая горячая пора, потому что мы имеем возможность наконец-то что-то отремонтировать, что-то перестроить, что-то переделать. И мы в этом году, конечно, ударными темпами работали. Нашу кассу решили перенести в новое место. Теперь, если вдруг наши зрители потеряют, оно тут рядом, наши ворота фирменные камерного театра и вход в кассу. Теперь там полноценное пространство. Там теперь у нас промозона, которую мы подготовили. У нас там светящиеся афиши. У нас кассиры наконец-то видны. Зрителю не маленькая окошечка смотрит на мир, а там нормальная хорошая витрина. И теперь у нас в зале, благодаря нашим партнерам, появилась большая мягкая зона. Я думаю, что ее зрители будут любить, потому что наконец-то диваны, наконец-то красивые столики, красивые кресла. И там можно комфортно подождать начало спектакля. И вот теперь мы уже во всей оружии ждем момента, когда мы можем предъявить зрителю такой обновленный интерьер камерного театра зрительской части. Поскольку это третий сезон после капитального ремонта, а в капитальный ремонт мы переоснастили все максимально, и все эти два сезона мы обживали то, что у нас получилось в результате капитального ремонта. И если еще там в 20-м была смонтирована система хранения костюмов у нас, и мы ею пользовались, то вот в этом межсезонье мы запустили оборудованный склад для декораций и систему хранения для кукол. И это довольно тоже интересно, поскольку это такая закулисная часть, которую зритель не всегда видит. Но вот это качество хранения театрального всего имущества, оно во многом сказывается и на качество показов, насколько там бережно, грамотно хранятся куклы. Ну, условно, не в ящиках, как у нас было раньше, да, при нехватке складов, хотя это и до сих пор проблема осталась, а развешанными на гребенках, чтобы ничего в них не сломалось и не перепуталось. И еще мы осваиваем активно сценические площадки. В прошлом сезоне мы выпустили «Бурю» на малой сцене, и там была задействована система трансформации сценического пространства. Мы подняли сцену и подиум выпустили в зал. А в этом сезоне мы планируем обжить механизацию нижнюю большой сцены. Там у нас есть трюм, то есть там площадки не вверх, как на малой, а вниз. И попробуем вот в новогоднем спектакле с помощью художника Ирины Хмарук еще обжить вот это пространство, так называемый трюм сценический. У нас уже в двух балетных репетиционных классах установлены демпферы, и артисты балета теперь могут, то есть получили амортизацию, могут уже работать как в больших театрах мира. Закончен ремонт служебного корпуса, который мы весь прошлый сезон практически делали. Делали, отремонтировали семь гримерок служебных помещений. Мы заканчиваем ремонт кассового зала. В этом году, может быть, не такие масштабные, не такие заметные для зрителя моменты, но на самом деле их много. Хочу сказать просто еще одну историю, которую вот именно для зрителей мы делаем. У нас есть уже одна ниша, это музыкальная шкатулка, у нас есть костюмная галерея, музей остался, одна ниша не заполнена. И вот там мы попытаемся сделать инсталляцию с нейросетью. Вот она будет посвящена алым парусам, я пока не буду подробностей рассказывать, но это все будет до этого. В театре драмы имени Наума Орлова, подготовка к новому сезону, совпала с финальной стадией масштабной реконструкции. Мы начинаем возвращаться к себе на площадку, к себе на сцену. Мы сейчас будем собирать все декорации, которые у нас разбросаны по всему Челябинску, возвращать их к себе. Ремонтировать. Открываемся мы 10 октября, премьерой «Королем Лиром». Дальше у нас в планах на малой сцене премьера «О собачье сердце». К новому году мы также будем адаптировать на нашей сцене спектакль для всей семьи, площадь картонных часов. Ну и дальнейшие планы мы расскажем чуть попозже. А сейчас нам этого больше, чем достаточно, потому что очень много времени мы будем как раз посвящать возвращению репертуара к себе на площадку. Что касается непосредственно творчества, то сезон 24-25 обещает быть особенно насыщенным. Премьеры, фестивали, юбилеи будет все. Да, у нас в этом сезоне довольно много юбилейных дат и у спектаклей, и у артистов. Все юбилейные даты мы стараемся отмечать. Не все, правда, получается в каком-то таком широком объеме и масштабе. Ну, в частности, у Остенка и Пугала 17 октября, это дата, вот, исторически. А мы как раз начнем в это время фестиваль свой, девятый, соломины жаворонок. 10 городов, 11 коллективов мы привезем в Челябинск. Это традиционно лучшие театральные коллективы, лучшие кукольные спектакли. В этот раз у нас получилось сделать афишу международную. У нас будет коллектив из Китая, из Белоруссии, из Казахстана. Афиша очень интересная. Она и с классическими произведениями, со спектаклями по классическим произведениям, и современные авторы. С 17 по 21 октября пройдет девятый фестиваль соломины жаворонок. Да, мы традиционно в этот сезон выпустим четыре новых спектакля. Ну вот буквально на столе у меня к техническому совету готовится эскизная часть и макетная часть собачки Сони. Это такая знаменитая история, очень полюбившаяся театром кукол и мультипликацией, надо сказать, про умную собачку Сони по произведениям, по сказкам Андрея Усачева. Мы ее готовим к выпуску в ноябре. После ноябрьской премьеры традиционно зайдем в новогоднюю кампанию. Новогодний спектакль в этот раз у нас тоже новый, это сказка иностранного автора «Маленький Дед Мороз». В следующем году мы выпустим спектакль на военную тематику, поскольку в следующий год юбилейные победы в Великой Отечественной войне. Ну и вот с такими планами мы этот сезон начинаем. В Театре оперы и балета с 4 по 29 сентября состоится первый фестиваль мировых премьер музыкальных театров страны. Фестиваль пройдет с 4 по 29 сентября. Первый спектакль будет это «Сатья Граха» Екатеринбургского театра. Чувашский государственный театр оперы и балета «Волга». Опера представит спектакль «Главный вопрос». Вот как раз здесь все связано в первую очередь с нейросетью. Это и музыка, это и костюмы, это и механическое животное, которое будет бегать по сцене. Наш театр представляет два спектакля. Это «Беспреданница». Первая постановка здесь у нас в России. Второй спектакль также известный – это «Мата Хари». Последняя премьера нашего прошлого театрального сезона. Кроме этого приедет государственный камерный музыкальный театр «Санкт-Петербург. Опера». Они показывают спектакль «Иван Грозный». Хабаровский краевой академический театр привезет мюзикл. Первый балл Наташи Ростовой. В общем, очень красивый, очень костюмированный. Спектакль, много танцев, много движения. Театр балета «Касаткина и Василева». Вот они тоже сделали очень оригинальную постановку к юбилею Пушкина. «Пушкин. Сны после жизни». Вот такой фестиваль. Надеемся, что он пройдет хорошо и станет, еще раз говорю, визитной карточкой нашего города. 2-3 ноября у нас уже определены сроки. Состоится премьера балета Тихона Хреникова-младшего «Гусарская баллада». Этот спектакль ставит заслуженный артист России Сергей Бобров, который раньше работал художественным руководителем Красноярского театра оперы балета. Это сейчас работает в Варне в Болгарии. И заслуженная артистка России Юлиана Малхосянс. Ну и большая работа, которая уже идет, если не год, то, в крайнем случае, месяца 8 точно. То есть это «Петр Первый». Опера, где написано оригинальное либретто, где написана оригинальная музыка. Он выйдет где-то в конце февраля, в начале марта. Ну, есть приятное у нас событие. Мы попали в лонг-лист «Золотой маски» с петербургскими повестями. Сам факт попадания туда уже радует. И в финале сезона наш театр с этим же спектаклем «Петербургские повести» был в городе Санкт-Петербурге на фестивале, где принимали участие страны Брикс. И в самом сердце Петербурга, в театре «Эрмитаж», мы показывали петербургские повести. 21 и 22 сентября молодежный театр представляет масштабный спектакль «Муркины сказки» по произведениям Корнея Чуковского. 60 костюмов в спектакле. Когда я узнала количество, я сказала, ну мы же не оперный театр, ну куда столько цеха? Ну это бесконечные какие-то будут превращения, чудеса. Также мы готовимся уже к новогодней кампании. Спектакль ставит наш главный режиссер Паволково, волшебник изумрудного города. Также мы хотим поставить спектакль для самых маленьких. Это будет крошечная сцена, это будет ноль плюс, потому что всегда приводят очень маленьких малышей. Восемь месяцев, два года, и конечно им сложно выдержать целый спектакль. Поэтому вот такой эксперимент театр делает, потому что есть большой спрос. В театре есть три проекта. «Не метеорит», «От крепости к театру». Это бродилка в центре, то есть надевают наушники зрителей. И собственно какие-то знаковые наши исторические места в Челябинске. Вот о них идет рассказ, драматургический рассказ. То есть это не просто повествование. А сейчас мы работаем над тем, чтобы его поместить на специальную платформу. И тогда будет суперудобно для любого слушателя или зрителя. Потому что он может подключиться, купив билет, в любое время, в любую погоду, когда ему удобно. И еще проект совсем новый. Он только запустился. Называется он «Здесь я никогда не был». Это в трамвае. Мы едем по... Начинаем с промзоны. Такие истории там происходят, которые очень открывают глаза всем на наш город. Ты погружаешься в людей, ты погружаешься в историю нашего города. В реальном трамвае мы очень тесно работаем с депо трамвайным. Спасибо им большое за то, что они откликнулись. Да, и он делает остановки, туда заходят артисты и так далее. Ну, в общем, приходите. Я думаю, что вот сами убедитесь своими глазами, как только закончится ремонт трамвайных путей. Так мы всех пригласим. Мы готовим премьеру. И в середине сентября у нас будет открытие сезона спектаклем «Слон». К нам приезжает Михаил Каргопольцев. Это молодой режиссер, который взял пьесу советского периода. Там такая очень простая и интересная история. Начало советской власти, деревня. Бедно живут. И вдруг один из жителей этой деревни находит самого настоящего золотого слона. Тут-то интрига и заворачивается. Вот. Дальше мы уже начали репетировать спектакль нашего главного режиссера Виктории Николаевны Мещаниновой. «Кто такой месье Шмидт». Вот. Это такая французская пьеса. Она, как любит Виктория Николаевна, конечно же, необычная. Взаимоотношения внутри семьи. Смещение времени внутри пьесы. Когда ты вдруг не понимаешь, когда происходит это действие. Даже сами герои не понимают, как они из одного пространства перемещаются в другое. Но, конечно, по большому счёту, это будет разговор о главном. Новый год мы тоже уже планируем. У нас не будет новой пьесы. У нас будет фестиваль наших детских спектаклей. Мы будем показывать спектакли разных лет. Но мы сейчас думаем о том, что будет происходить в фойе. То есть, конечно, Дед Мороз и Снегурочка появятся. И встреча с ними состоится. Но мы сейчас размышляем о том, что в фойе должно состояться некое интерактивное световое лазерное шоу. Новый сезон камерный театр начинает и с новым логотипом. Вместо чёрного куба эмблемой станет ангел камерата. Скоро и на фасаде, к открытию сезона, появится новый светящийся логотип, новая вывеска. Зритель увидит это, проезжая по улице Цивилинга. Какие-то спектакли мы выпускали не на своей площадке. Соответственно, тоже их надо адаптировать на нашу сцену. Возвращаем продавца «Дождя», старшего сына. Спектакли, которые всегда очень любил наш зритель. «Дикая утка», «Королевские игры», «Безымянная звезда», ну и ещё перечень некоторых спектаклей. Открываемся мы 10 октября. Сейчас у нас репетируется спектакль «Король лир», делает замечательный режиссёр Екатерина Половцева, замечательный художник Алексей Ватяков. Работа такая очень большая, серьёзная. На моей памяти, с точки зрения декорации, это самая масштабная работа. Представляете, как нашим цехам непросто возвращать спектакли репертуарные, ещё и выпускать новый спектакль, тем более такой сложный. Он сложный с точки зрения и декораций, и костюмов. Заняты большая часть мужская нашей труппы. В главной роли народный артист Борис Николаевич Петров. Я очень надеюсь, что откроем мы театральный сезон после долгой разлуки со своей сценой. Хорошим, таким качественным, грандиозным спектаклем.